Снежная фея Марина Волшебница Анна и еще одна Анна Салонная нимфа Жених у нас Максим Давайте знакомимся Здравствуйте Я верю в свою судьбу И со мной Артем и Марина Максим 30 лет Вынужден был наблюдать за беременностью Своей замужней возлюбленной со стороны Пережив ее отношения с мужем И потерю ребенка Описал свои страдания в книге Максим владелец элитной студии цветов И социальный работник в патронажном агентстве Профессионально занимается футболом и боксом Учится на актера Прошел курсы тренера по фитнесу И по организации бизнеса Хочет получить образование имиджмейкера Максим противник брачных контрактов Считает, что брак должен быть основан На любви и доверии Не любит злых женщин, которые ради своих целей Готовы идти по головам Женится на высокой изящной даме С добрым сердцем и славянской внешности Ой, какой красивенький Здравствуйте Прям приятно Что скажешь? Жених у нас из тех мужчин, которые считают себя чувствительными Но при этом чувствительными не являются Тебе нравится он очень как? Внешне, да Вы скорее тот типаж человека, который можно назвать нервным Нервновозбудимым Не в плохом смысле слова А вы действительно очень быстро выдаёте реакцию на любую внешнюю ситуацию Но я надеюсь, что мы сегодня это увидим Женщину с собой рядом видеть хотел бы Описываемую словом престижное Это значит, что буквально элитарный Буквально элитарные у нас стандарты Он эстет Он хотел бы себе красавицу, умницу, известную женщину Не обязательно, может быть, славную Но она должна среди избранных пользоваться популярностью Поэтому и не знаю Получается, что нам сегодня нужны породистые красивые девушки Для мужчины, которые считают себя таким рафинированным и эстетом Ой, как трудно А так у нас на программе только такие и есть Ой, нет Мариночка, а вы с какого боку подружка? Вы прям как однояйцевые близнецы Только у вас жизнь была тяжелее выглядеть и хуже, и старше Спасибо А так очень похоже Просто дружба, что ли? Да, просто дружба Нет, из чего они взяли, что она похожа на него? Да вообще Однояйцевые ещё ужас Веришь, Рос? Ну, людям надо верить Хорошо, как тебе жених? Ну как, у нас сегодня не жених, а принц Просто-напросто Принц Просто какой утончённый Ручки покажите ваши Вот так делайте Вот так вот Смотрите, какие пальчики у него просто Ну и мозоли тоже Как это-то чего? Мозоли от штамм Да ладно, мозоли-то С таким утончённым бизнесом Элитный салон цветов Какие мозоли мы хорошие Принцесса Мы сегодня нужна Одна принцесса Так у нас других и не бывает Конечно У нас одна Вот одна принцесса у него была Анночка Снацкая А кто это? А вот Вот я тоже не знала Принцесса Вот глянь какая Фигуристка? Ну, фигуристка Я не знаю О, смотри какая О, правда у нас Жених Принц наш скромный Говорит, что это утка была Что это всё случайно Но мне кажется Не случайно Так что там у вас был За роман с ней? С этой известной девушкой Почему вы от него открещиваетесь? Вы знаете Дело в том, что Всё-таки я вам честно скажу Что это жёлтая пресса Это Вы от неё устали, утомились? Это сфабрикованная статья была А сколько лет назад Это была статья? Это было года два назад примерно Ой, так и забудьте уже Боже мой Про это Никто не помнит Никто не знает Давайте с чистого листа Это точно Вот вы правда Вы какой-то Ну, не такой принцеобразный В беленьком во всём Хорошенькой 30 лет Самое оно Но у вас какая-то биография Очень запутанная Была у вас любовь С замужней дамой Прямо любили её до смерти Она аж забеременела От кого? Ну Говорит, что от Максима И Максим в это верит А А муж? Вы все, кстати, неверные женщины Которые подживают Где-то ещё на стороне Говорят, что у меня с мужем Ничего нет А муж, наверное, квазимода Страшный Но богатый Или более То есть вся та же история Которая повторяется Обычно с женатыми Мужьянами Уж однажды Грянь красавица какой А чего? А такого не приходится И однажды Она понесла И говорит, что от вас Вы знаете, я сейчас Не хочу Честное слово Об этом говорить Я говорю, он скрытный Ты по глазам увидел, да? Что у него такая Это по внешности ваша определение? По взгляду По внешности, да Послушайте, вы обе злые А он не любит злых женщин Он любит таких, как я, прекрасниц Так я же его адвокат Да ты, конечно Можно я? В общем, рассказываю Жили-были Муж и жена И вдруг появился У них вот Третий человек Звали его Максим Ну, потому что красивый Ой, руки какие прям И жена-то забеременела, короче Говорит, что от Максима Но тут вот богатый был Муж И не отпускал, наверное Ну, вы знаете Я и сам не бедный Он был богатый и влиятельный И однажды, когда вы с ней Уже с беременной гуляли По лесу Ну, это обязательно Нужен же воздух свежий Тут прямо на горизонте Муж вот так встал и говорит Ах, вы гады, предатели Но она говорит Нет, ты что У меня с Максиком Чисто деловые отношения Ничего у меня с ним Дружба может быть Да Почему деловые-то? И муж поверил Ну, она споткнулась Упала И горе случилось Ребенок А месяц какой был? Пятый Ужас Ой, это тоже роды А что ему мешало Взять эту свою любовь И привезти в свою квартиру? Ну, что? Видимо, сама любовь Не захотела этого А почему? Почему, Максим? Видимо, влиятельный муж Оказался лучше А может, дороже А может, привычнее Если тебе нужна женщина Ты встанешь И придешь к ней Вопросишь руки у ее родителей Сделаешь для нее все И заберешь ее И сделаешь ее своей А вот это все пустые слова Вы в патронажном агентстве Поясните Что это такое? Бабушкам помогаете? Вы знаете Это связано Прежде всего С предоставлением услуг Помощницы Это Для Пожилых женщин Ой, Роза Это к тебе А помогайте таким, как Роза Чисто по-человечески Послушайте Я же пока могу Человечески Картошку почистить Сварить картошку Да, но вот чего-то другого Ты не можешь Вот уже про любовь Вот это да Не в этом смысле Вы бабушкам помогаете И не таким уж и бабушкам Послушай меня Если это коммерческое предприятие Это же коммерческое предприятие Вот А что, мне помогать бабушкам Состоятельно И в этом тоже А почему это не? Состоятельно Конечно Вот Тогда уже проясняется Смотрите, это не благотворительность Это вид бизнеса Вид деятельности Скажем так, да? Все нам становится понятно Тоже для бабушек Ну, больше я занимаюсь Естественно, своим Любимым бизнесом Это флорестика Интересно, он танцевать умеет? Как думаете? А, да, кстати Какой бы танцевать? Только в присядку Оп Давай, давай Оп Давай, давай Вы еще закончили в университете Актерские курсы какие-то? Я на втором курсе Мне пришлось уйти А что, так Почему вот эту карьеру Такую прекрасную Быть артистом С вашей внешностью Сейчас бы блистали И та бы бывшая К вам бы на шею прыгнула Вместе со своим мужем Ну, сложились обстоятельства Такие в жизни, что Что? Помешало мне Что, Максим? Что, прям так сломала она вас? Нет, не она Совсем другое За несколько лет Я пережил много У меня ушел из жизни отец Я спасал от инсульта маму Слава Богу, спас Мы сейчас восстанавливаемся Значит ли это Что сегодня Девушек, которых мы будем рассматривать И мы тогда должны будем Еще в ней Такое качество, как Вообще любовь к людям Она же Если войдет в вашу семью Должна будет помогать маме После тяжелой болезни Или вы будете жить отдельно Или навряд ли больную маму оставите Дело в том, что Само собой, конечно Если она Сочтет нужным И сможет Подойти к этому всему Послушайте Об этом договаривают Вы говорите Одно из моих условий Чтобы жена Жила вместе со мной мамой Мама нездоровый человек И она должна будет ей помогать Это договаривают Потому что никто добровольно не пойдет И никто не будет считывать Ваши вот эти Иначе так и прострадаете До 50 лет У него патронажное агентство Полно людей Которые могут ухаживать за мамой Нет, а мама-то где? Живет, я имею ввиду С вами? Да А вы где живете? В Москве? Я вынужден жить с ней Я вынужден Хороший мальчик Хороший сын Правильно На самом деле Это сложно Жить вместе С родителями Максим Объясните Опять же на берегу Это важно Тогда Какие обязательства Со стороны жены Должны быть Вот в вашей семье Быть человеком Прежде всего Ну послушайте Все мы люди Максим Если у вас будут такие размытые Требования Или пожелания Вы так и будете сидеть С красивыми глазками И хлопать сейчас Нужно Обязательно Она должна вам По вечерам Она должна не быть страшненькой Подожди Ларис Первое Максим не любит страшненькой То есть если девушка Будет невыдающейся внешней Оригинал Оригинал Все мужчины любят страшненьких Жирненьких Не стареньких Ларис Просто для кого-то Это не принципиально А Максим любит Нет смотри А Максим любит девушек Не просто красивой А выдающейся красотой То есть модель на внешне То есть модель на внешне Она должна соответствовать Самому снобскому вкусу Замечательно Отлично Мы берем красивую девушку Модель Модель Да Эта модель всю жизнь Воспитывали родители Она занималась собой Ради того что он посадил ее В своей московской квартирке Со своей мамой И она ее до конца жизни С ней сидела Прекрасно Вообще превосходно Квартира есть у нас? Да есть Однокомната, двукомнатная Пятикомнатная? Ну давайте на трехкомнатную Становимся На трехкомнатную Дачка где-нибудь Так это Имеется К Рублевке Ну не К Рублевке Но Сколько соток? Восемь Восемь соток А машина? И машина есть У меня главное пункт Чтобы машина была Собирать Даже восемь соток Уже купил Через десять лет Себя представляете Вот свою семью Опишите Мне кажется У чего бы вам хотелось Уже иметь в сорок лет? Стабильности Прежде всего Стабильности И душевного равновесия Этого мне действительно Не хватает В виде семьи? Да, семья А тогда пишите Семья это Это когда ребенок Встречает тебя И спрашивает Что ты мне Сегодня купил Понимаете? Это очень приятно Когда ребенок Встречает Жена тоже Жена счастливая Что ты мне купил Тоже Да Даже так Да Что ты мне сегодня купила? Да, что это? Ой, девчонки Даже не знаю Чем вас порадует Роза Ларис Вот сижу и думаю Глядя на Максима Принц, конечно Он принц Но вот как Принцесса на горошине Вот даже не знаю Кого Кроме как фотомодель Ничего в голову не приходит Потому что Мутный какой-то Непонятный Как адвокат Буду разбираться В процессе Судебного заседания Не знаю пока Первый раз Ларис Вот Культуроз права Действительно Пока вообще непонятно Что человек хочет Максим Я бы хотела Все списать На смущение На вашу непривычную Обстановку Камеры И вы все-таки Не стали актером Профессиональным Для вас Мне кажется Это пытка Испытание Но вы ведь Для чего-то пришли Вы ведь готовы были К тому Что Вас будут Опрашивать с Перестрастием Правда? Поэтому давайте Сейчас соберитесь Девчонки придут Не просто так Они придут за вас Бороться Поэтому задавайте Вопросы Самые неожиданные Хорошо? Мы на вашей стороне Потому что у нас Есть задача Чтобы вы сегодня Ушли вдвоем С кем-то Чтобы у вас Была пара Вы можете Сколько угодно Лукавить И думать Или говорить Что вам не важно Сколько женщина Зарабатывает денег Но вам очень важно Как она выглядит Потому что Вы действительно Сноп Я еще раз это повторюсь У вас достаточно Тонкий вкус И вы хотите Видеть рядом Женщина очень стильная А сейчас стиль Это деньги Но для того Чтобы эта самая Стильная красавица Которая вам нравится Не оказалась замужней Как уже еще раз было Давайте искать По крайней мере Красавицу с семьей Пусть она будет Достаточно молода Но пусть у нее не муж А папа будет Достаточно хорошая Да, ну еще Хочу тебя поправить И все время говоришь А я не согласна Значит Деньги к стилю Не имеют никакого отношения Есть Миллион Обеспеченных женщин Которые Одеты И выглядят Ну совершенно не стильно Но нет ни одной нищи Которые выглядят стильно И есть очень Очень скромно Зарабатывающие женщины Которые выглядят Потрясающий стиль Если ты хотя бы Одну видишь Покажи мне пожалуйста Конечно Я тебе просто Их могу перечислить Поэтому к деньгам Это не имеет никакого отношения Возможно Я с тобой готова Согласиться Если увижу сама Но в моей жизни Не встречалось Для меня всегда Люди хорошо одеты И обычно В общем За какие-то деньги Покупали себе Этот самый стиль Я вам желаю Дочь хороших родителей С образованием С выдающейся внешней Ну это все про тебя Пусть рекламы Невесты покажут На что они готовы Ради свадебного марша Оставайтесь с нами Неудивительно Что мой дом Маленькое чудо Всегда полон гостей Когда к чаю у меня Конфеты славянка Марс Или курьё Славянка Мы несем радость людям Вы смотрите Давай поженимся У нас в студии Максим Идите знакомьтесь С первой невестой И удачи Здравствуй, Максим Меня зовут Марина Мне очень приятно С тобой познакомиться А насколько продолжительным Будет наше знакомство Покажет время Спасибо Вау Девушка в голубом Мушку себе нарисовала Молодец Здравствуйте, Марина Вы с кем? Здравствуйте Я пришла со своими подругами Анной и Ольгой Очень приятно Но чтобы узнать вас Получше Давайте посмотрим на экран Марина 33 года Помощник руководителя На предприятии По продаже Антигололедных реагентов Раньше работала Моделью в Германии На показах Известных дизайнеров Мечтает о том Ради кого захочет Отправиться на край света Марине показалось Что она встретила Своего прекрасного принца А он обернулся Злым тираном Надеется, что Максим Не преподнесет ей Неприятных сюрпризов Красавица Красавица Правда Спасибо Рассчитывает на принца Рядом И мне кажется Что вполне закономерно Рассчитывает Мужчин любит Властных Жестковатых Поэтому то, что говорили В ролике Оказался тираном Я думаю, что был выбран Тиран Ну, некоторые женщины Считают вот такую тиранию Сексуальной Почему нет А что это у меня Бузгальтеры видно Аплодисменты Аплодисменты Ну, красивая Даже не скажешь Что вам 33 Спасибо Более того Глазки голубые Рост, как заказывали Сама все заработала А жених, смотри Уже занес Да Сама все заработала И квартиру И машины Все вот по заграницам Про по этим Поездила бедолага И знаете, что мне приятно В нашей невесте Похоже у вас Вот схожий внутренний мир Где-то На одной волне Мне так кажется А что будем рассматривать У вас история, конечно Просто для двухсерийного фильма Ужасов Пишу книгу на эту тему Тоже книгу Рады, что ли? Чтобы что? Ну, просто на самом деле Когда я приехала в Москву Со мной было много интересных историй О которых можно собрать Целую книгу А вот этот мужичок Который был эмоционально непробиваемый И плюс Все отрицательные качества Которые есть в мужчинах Они ему были присущи Это вам было зачем? Ну, я бы не сказала Я сказала, что все отрицательные качества Хорошие, милые, приятные У них Вы с ним познакомились В ночном клубе? На дне рождения Своего друга Какое он произвел на вас впечатление первое? Когда я его увидела впервые Он стоял с молодой девушкой Я зашла и увидела его И думаю, какая красивая пара Насколько повезло и девушка Красивый мужчина В наше время это редкость У нее глаз горит Когда она рассказывает об их Когда мужчина меня пригласил на танец Я подумала Кобель Пришел с одной Танцует с другой Как выяснилось позже Это была девушка его друга Который опаздывал После этого День рождения прошел Он в принципе не пьет И поэтому достаточно одного бокала Вина, шампанского Чтобы мужчина был уже на веселе Потом мы приехали домой К нему К нему в гости Проводили его Да Уложились А почему вы-то его провожали И укладывали спать? Ну так получилось Они боялись? Вот Поскольку я была не одна с подругой И плюс я видела круг его знакомых Куда входили и мои знакомые То страх притупился Хорошо Доверие к нему было И когда он открыл глаза Он что вам предложил? Остаться у него жить Вы остались? Ясно сказала Я подумаю На третий день Он повторил свое предложение А третий день Вы у него жили? Нет У себя И отношения у нас Более близкие Начались уже после того Как я к нему приехала Даже не сразу А через несколько дней В этом плане Он аристократ Хорошо И сразу увидели Что перед вами Не принц Не ваша мечта Потому что мало того Что он выпивал В круг ваших обязанностей Еще входило Натирать ему обувь Это да Майной Потом как у Золушки Чечевицу От фасоли Натирать полы Мыть посуду Готовить Горячие завтраки И так далее А что красивая прислуга А что там Почему же вы согласились На это в принципе? Ну любила наверное Не с моей квартир что ли? Да это очень странно Девушка легкого поведения Мужчина легкого выбора Марин Не входит в мою задачу Вас как-то принизить Ну не знаю Распять Абсолютно Я это для того Проговариваю сейчас Чтобы вы Вот такие знакомства Такие отношения Как страшный сон Забыли в прошлой жизни Ну знаете Со временем Плохое все забывается Остается только хорошее И мы с ним Периодически общаемся Хорошее я понимаю что Да Храпел Это же так мило Когда любимый храпит По ночам Правда? А у вас чуткий сон Есть такой Не высыпаюсь Но вы ради любимого Готовы были это терпеть Правда? Готово Но вы сами себе Хотя бы сейчас признаетесь В том что вы пытались В этом найти что-то Какую-то возможность Для себя Не получилось И теперь готовы Пойти другим путем Или все равно Сами себя убеждаете Что это была любовь С первого взгляда К полупьяному мужчине Которого вы проводили домой Ну на самом деле Это не было Не убеждаю Действительно Тогда я его любила И скорее всего Те моменты Которые были негативные Я их спускала на тормозах Что для вас значит любовь? Вот вы говорите Я его любила Даже я Прожив 84 года Не могу сказать Что я кого-то Уж так сильно В своей жизни любила Что такое любовь? Это когда хочешь Видеть постоянно человека Когда не можешь Без него находиться Ни одной минуты Хочешь для него Что-то сделать хорошее Приятно порадовать Если вы видите в мужчине Недостатка С которым вы не можете жить Никогда Не думайте Что что-то поменяется Ничего не поменяется Мариночка Кроме того Что вы иногда Обливали друг друга водой Вам еще есть Что вспомнить о нем Приятного? Честно Ну есть какие-то Такие личные моменты Которые не очень Хочется афишировать Есть А если бы сегодня Он вас встретил Сказал Маринка Видела тебя вчера По телевизору Откуда был дурак Ты такая классная Уходи от Максима Я тебя жду Я все пересмотрела А правда был Глуп и молод Знаете Мы на самом деле Периодически еще Общаемся Созваниваемся Я уже понимаю Он помогает Он помогает Наверное А что 3 года Просто так Молодость Нет Какой помощи от него Нет Я со всеми мужчинами С кем раньше Когда-то общалась Поддерживаю всегда Зачем? Я не разрываю Не знаю А что вы про себя знаете А что вы про себя знаете Про себя мне кажется Я вообще ничего не знаю Иногда открываются Такие моменты Что я сама Собственно 33 года Уже пора Пора А вот сидит Сегодня перед вами Максим Не прячется ли За вот этой маской Такого милого Такого спокойного И тихого Мужчины Тиран Максим на самом деле Мне кажется Очень закрыт И внутри Он совсем другой человек Не такой Как я его вижу сейчас Но тирана в нем нет Очень закрыт Надо тебя открыть Максим Мы тебя откроем Мы тебя разгадаем Марин А чего вы хотели Еще добиться в жизни Вообще мечтаете о чем-то Я хочу Большой дом Я хочу семью Где будет Как минимум Трое детей Где будет много бабушек Дедушек Тетей Все это хорошо Будет весело И шумно Но главное Чтобы у каждого Была своя территория В виде комнаты Где можно будет укрыться От этого шума А дом Двухэтажный Трехэтажный Главное Чтобы поместились Нет Четырехэтажный Ну это же материализуйте Это мне понимать Какого же Двухэтажного Вполне А зачем вам столько Народу в доме Я люблю Когда весело Когда приходишь В большие компании Где нет пустоты Когда приходишь домой И несколько пообщаться Это когда двоих людей Ничего не связывает Они набирают Вот эту самую компанию Они начинают звонить Всем и говорят Приезжайте Супер Мы купили окорок И сегодня будем Вечеринку под названием окорок Если двоим людям Своими детьми Хорошо Не нужны постарые Не нужны лишние Это я так понимаю Что вы на любовь Особнее рассчитываете Знаете У меня какие-то детские воспоминания У нас была большая семья Когда мы летом приезжали С братьями и сестрами В одном большом доме Были какие-то дружные игры И вот мне вот этих ощущений Не хватает Кстати они вот Очень похожи Чем-то Марина А вы мужчину С какой зарплатой Рассматриваете Потому что двухэтажный дом Я тут уже подсчитываю Ну какая зарплата От Должна быть Я думаю Что от 10 тысяч долларов Это будет нормально Да вы что Ты глянь Программа Помогите мне пожалуйста Какой приготовили сюрприз Покажите пожалуйста Максим Поскольку ты Увлекаешься флористикой Я решила подарить тебе цветок Твою коллекцию Которой наверняка нет Это цветик Семицветик И в каждом из этих лепестков Есть предсказание Униеж Косля Униеж Униеж Кравит тебя Зараза Бери Бери Не бойся Вот Эклер Ты можешь Скушить А вот тут Спрятан Пожелание Открывай Так Других ты позабудешь Отныне Судьбой Дана тебе Марина Милый Ты съел мое пирожное Ты обязана Не жениться Все за руку Жениться Спасибо большое Мариночка Молодец Все проходите Что у меня как-то Сейчас не особо Какой-то Замороженный Послушайте Вы так хлопаете Как будто Марина Прямо сейчас Что-то сделала Такое Особенного Принесла Какие-то Сомнительные Пирожные Или несомнительные Вроде вкусные Вроде вкусные А что вы там Стояли Жевали Почему такой Медлительный Боже мой Нет Я просто Очень хотел Сначала Подойти к вопросу Чтобы точно Выбрать то Что хочу Так медлительный Как будто у вас Три века жизни Отмерено Вам нужно Быстрее Поворачиваться Всех девушек Артем и Марина Ну потому что Он всегда выбирает Он очень всегда Долго выбирает Ему раз Предлагаешь Три вещи Одинаковых Практически По функциям Он начинает В каждой из них Копаться Долго-долго Выбирать Что-то из них Одно И он будет Выбирать Сначала Это Потом Это Марина Таким Сожалением Уже Сидит И смотрит И кивает Головой Они пробовали Как другу Подсказать Просто Ну мы хотели Просто Моменты Какие-то Просто Неудобно Было Все-таки Его девушку Ну как бы Может будущее Но они На самом деле Все так В таком Гротесске Это преподносят Согласен Давай послушаем Может быть Что тебе говорят Что-то интересно Ну а Марина Произвела впечатление Да Красивая Девушка Хорошая девушка А старше На три года Ну я думаю Не видно Это и не скажется А вам понравилась Да мне понравилась Девушка Очень открытая На мой взгляд Хорошая Конечно У нас очень культурная И открытая Марина Обычная Девушка Которая приехала Из провинции Которой нужно было Удержаться Всеми силами Правдами И неправдами В столице Она Задержалась Здесь Конечно Помыкалась В Германии Помыкалась Здесь В Москве Не от хорошей жизни Жила с этим Нехорошим человеком Сегодня 33 года И нужно уже Конечно Бежать и замуж И рожать детей И все Что с этим связано И то что она Сказала Про 10 тысяч долларов Это то что Ей пришло Первое В голову Это так Она уже Ты задавала Ей вопрос Она отвечала Хорошая Девчонка Я думаю На самом деле Умеет готовить На самом деле Создаст уют Ну и вы В свою очередь Не сидите Пассивно Не кивайте Головой Вы тоже Должны Что-то Ей Предложить Я присматриваюсь Василиса Как тебе Невеста Марина Жаждет Страстей Я думаю Что те самые Отношения Которые так Долго Терпелись Давали ей То что она Хотела Не только Финансовую Поддержку Давайте Будем Откровенны Но она Получала Те самые Страсти Какие-то Недоговоренности Скандалы Конфликты Которых Она хотела Вы Человек Другой Вы в случае Обиды Конечно Будете Закрываться У вас Нет того Драматизма Нет той Эмоциональной Насыщенности Которую Она Наверное Ждет От мужчины Поэтому На мой взгляд Союз Бесперспективный Не ну Просто за это время Невозможно Полностью Раскрыться И Вспонять Давай Поженимся Теперь вашим Мобильным Наберите 0736 Роза и Василиса Дадут вам Совет В любое Время Через Несколько Минут Вторая Невеста Начнет Бороться За симпатию Нашего Жениха Оставайтесь С нами В эфире Давай Поженимся У нас в студии Максим Идите Знакомитесь Со второй Невестой Удачи Привет Меня зовут Анна Лилии На языке Цветов Означают Чистоту И непорочность Это Ассоциируется Со мной Я хочу Подарить Себе Такой Маленький Презент Спасибо Спасибо Проходите Это новая Стандартная Магистеря Я не понимаю Не знаю Почти чистота Я не пора сейчас Здравствуйте Анна С кем мы пришли Я пришла Со своими Друзьями Ириной И Максим Хорошо Давайте Нас так можем Анна 25 лет Самый популярный Стрип-диджей России Объездила С гастролями Весь мир Завоевала Титул Мисс Ротика 2006 Получает Второе образование В академии При президенте Коренная Москвичка Мечтает Стать звездой Возлюбленному Анне Пришлось Много Работать Чтобы вернуть Ей долг Стал хорошо Зарабатывать И сменил Круг общения Изменения Ей не понравились Надеется Что Максим Не подхватит Звездную болезнь Какая сложная Девушка Да Интересная И сложная Натура С одной стороны По-настоящему Чувствительная И влюбчивая Потому что Венера водная С другой стороны Луна в деве К квадрате К Марсу Любите В деталях Разбираться Можете быть Ужасно дотошны Занудны Мужчину Можете попиливать По мелочам Но с другой стороны В конце концов Какая женщина Этого не делает Но у вас Это может быть мани Иногда словно Способны припечатать Но из тех Кто вспыхнет Убьет Или накажет Мужчина А потом пожалеет Сам об этом Так что Отходчивая При всем при этом Главное Что коренная Москвичка Она же симпатична А что Мне невеста нравится Какая красавица Какая Голубоглазая Блондинка Коренная Москвичка Максим Ваши мечты Можно сказать Осуществились Тем более Вы говорили Что вам Все равно Чем невеста Будет заниматься Вот пожалуйста Стрип диджей Правда я не знаю Что это такое Наверняка Что-нибудь такое Плохое Ничего плохое Или непорядочное Ну а как же Миссис эротика Что хорошая что ли Это в каком году было В 2006 Девочки Это вообще не конкуренция Вы обнаженная На вертушке что ли Там что-то делаете Полуобнаженная Или что В принципе Топлес Да да Топлес я выступаю И то не в самом начале Мы вот кстати С ребятами Какая разница В начале или в конце Вы вручь показываете Что было бы красиво Вот так Ты занимаешься цветами Какой-то Придумать костюм из цветов И во время выступления Не то что Передавать Мама Она До второго образования Получает И маме помогает Вообще родителям У моей мамы тоже Два высших образования Нет Мама знает что вы Да Моя мама конечно знает И нравится Может быть она и ходит На ваше выступление Конечно да У нее скоро день рождения И я делаю специальную вечеринку В честь этого И буду тоже выступать Там топлес И папа знает об этом У папы даже Есть на спине Татуировка С моим именем Мама смирилась С увлечением дочки И вот на одну из таких вечеринок Вы познакомились С молодым человеком Нет Это вообще был Друг моего сокурсника Когда училась В университете культуры Он был фотографом Пришел на одну из вечеринок Поснимать Потом я прилетела с мамой Из Египта Он нас встретил Я попросила его встретить И тут как-то И закрутилась у вас любовь А потом вдруг он так Вверх по служебной лестнице Да Ну так получилось Что он разбил свой автомобиль Без которого не мог И я То что у меня были накопления Помогла И купила ему автомобиль Другой Чтобы ему Ну вы расписку-то взяли Какую расписку? Ну как это? День-то дали Конечно Расписку Ну в принципе да Но там тоже Долгая история По этому была Он очень долго Возвращала А он просил у вас Эти деньги? Да, он просто знал Что у меня есть деньги Он все время намекал А откуда он знал? Мы же с тобой так общаемся Но все-таки Он знает Сколько я зарабатываю Что у меня там Несколько квартир Что у меня достаточно Обеспечены Несколько квартир? Да Но у меня родители Достаточно обеспечены Вы москвичка? Да, да, да Так может быть Он клюнул Вот на На ваше положение? Возможно Мне кажется да Потому что Когда я потом узнала О нем больше информации Когда мы уже расстались Оказывается Я познакомилась С бывшими девушками И все бывшие девушки Покупали автомобиль А он вам долг вернул? Спустя долгое время Моя мама из него Вышивала долг Так скажем Ужас Вы близки да С родителями? У меня мама лучший друг Она даже сегодня Хотела прийти На придачу Максим Вот такой весь положительный Вот такой вот Внимательный Смотрит Не настораживает? Нет? Верите во все эти Взгляды? Мне кажется Полу улыбку Вот немножко То что он скрыт На человека Вот это меня немножко Смущает Потому что я настолько Открытая Я всегда общительная Потому что мне кажется Максим Вот мне кажется Что Максим капризный Бывает желчный Если что-то не по его Он может и ножкой топнуть И то что он Разговаривает Тихим голосом Это не говорит О его Нраве Вот таком Тихом Он Тихом омоте Вы хотите сказать Вот это тот самый Мне кажется Классический вариант Да Вашим родителям Максим Может понравиться Не бывает Так как Скажем Сейчас у меня родители На пенсии А мы привыкли Хорошо жить До старта Нет подождите Вы что-то путаетесь В показаниях Я на время До старта отвечаю Нет просто Вы сказали У вас 4 квартиры Родители состоятельные Правильно А сейчас вы говорите Практически топлесом Занимаюсь Для того чтобы Родители на пенсии держать Ну правильно Сейчас у нас Родители когда-то заработали Мы там допустим Сдаем эти квартиры Имеем эти деньги Но этого мало Хочется еще больше Больше и больше Это же чисто психологически Хочется больше денег Так вы же образование получаете Ну что образование Образование А это хорошее Я хорошо зарабатываю Благодаря работе Все прекрасно Хорошо зарабатываете А может быть вы нас чем-то порадуете Удивите Как как-нибудь сюрприз Да я подготовила сюрприз Да пожалуйста Давайте посмотрим Что она от нее хочет Чем порадовать Сюрприз Топлес пенсуала Давайте посмотрим топлес Двигай двигай своим телом Пусть горят все доцепелы Что не хочет двигать Спасибо вам Спасибо вам Спасибо Проходите в свою комнату Это домбра, да? Инструмент Да, домбра инструмент Спасибо вам отдельно Спасибо огромное Потрясающе Проходите Блин, все даже вопросы не успели задать Парень зажат Да, вообще он так растерялся Со всех сторон зажат Девушка хорошая, наверное Ну ему выбирать Не знаю На вкус и цвет Нет, пока ваше нужно впечатление Впечатление Какая-то она очень С одной стороны замкнутая А с другой стороны Очень уж Очень замкнутая Да, и развязанная Очень вот Образ жизни А как это одновременно Сочетается? Да, вот как-то Замкнутость и развязанность Вот как сочетается Нет, вы что-то не поняли Видать, ваше воображение Работало только на то Чтобы ее представить И узнать В каком же клубе она работает Ну ему как раз Вот такая, мне кажется И нужна как-то Ну мне кажется Мне с ним будет Очень сложно Что вы увидели, женщина? Я искренности не увидела Да, она общительна Но совсем не открыта И мне кажется Она еще не готова Ни к материнству Ни к семье Максим? Ну, честно говоря, конечно Она Не хочу ничего плохого сказать Про нее Скажите, хорошая Скажу только хорошая Симпатичная девушка Молодая, симпатичная девушка Господи, кто его взял-то? Он говорит, что это умеет Ну и все, мы и не надо Молодая, симпатичная Мне он тоже не понравился Он говорит, что это умеет Кроме Да, да, да Вы ее видите рядом с собой? Как спутницы? Для семьи Ну, вот она придет к вам на обед И первый вопрос мама задаст Чем, мальчика, вы занимаетесь? Вот она прям вот это вот им С бубном и покажет Мне кажется, вряд ли это все понравится Ну, не понравится Я что, замуж за маму буду ходить? Она обычная Не в меру фальшивая Абсолютно не искренняя То, что она показала здесь Не впечатлило никак Вот я все время хотела Что-то с какой-то стороны В ней разглядеть Не получилось Роза Вружка, вружка, вружка Вружка Просто-напросто Никакая не стриптизерка Видали мы тут стриптизерок И про родителей тоже Вот спрашивают, зачем только Вот как хочешь произвести А ты с чего это взяла? У тебя досье? Да не только у меня досье Тут уже нутром чувствую Посмотри, раз так стриптизер двигается Да я еще лучше могу двигаться Свои пятьдесят Правильно Вот каким-то знает Знает, что говорит Психолог, психолог Ну, она как все Женщины и овны Многослойна Она действительно Казалась порывистой Быстро отвечала Она была в дискуссии В коммуникации Я соглашусь с Мариной Она производила впечатление Человека общительного Но при этом она действительно Была удивительно закрыта Она очень ранимая Очень чувствительная Хотя вспыльчивая на самом деле На мой взгляд Вам не стоит так быстро От Анны отказываться Потому что по динамике По темпераменту Даже внешнего общения Эта девушка вам больше близка Чем, например, Марина Вам не нужна женщина В спокойствии Я в этом абсолютно уверена Поэтому такая расторможенность Внешней Анны Вам вполне подошла бы Я за нее Ну, за нас, за нас Астрологи за нас Астрологи за нас Скоро мы узнаем Кто из невест Занял место В сердце нашего жениха Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю Максиму Встретиться С третьей девушкой Проходите Удачи Привет Меня зовут Аня Это тебе Денежное дерево Подарок Пойдем Знакомиться Скорее Спасибо Пойдем Знакомиться Скорее В этом Денежное дерево Идем Знакомиться С кем вы Я со своими друзьями С Лизой И Женей Очень приятно Давайте вас посмотрим Анна, 21 год Руководитель проектов Союза парикмахеров И косметологов Московской области С 17 лет Работала моделью На шоу-программах И показах Получила два красных диплома По специальности менеджмент Мечтает о путешествии На воздушном шаре Возлюбленный Анну Несколько раз Предлагал ей руку и сердце Но добившись сближения Сбегал без объяснения причин Надеется, что Максим знает, чего хочет У Ани очень интересная внешность Такая необычная лепка лица Может быть и так же интересна ее судьба будет? Василий, что там звезды подсказывают? Вы, как все представители знака весов Стремитесь к гармонии Но и хотели бы видеть эту гармонию Создавать ее вокруг себя Но несколько планет в знаке весов У вас конфликтует с Козерогом Очень сильно Козероги портят всю мою жизнь Да, это правда Более того, в вашей ситуации В вашей жизни этот знак Символизирует очень сложные события Практически разрушительные Которые могут нанести вам серьезный вред Вам нужно серьезно опасаться Во-первых, Козерогов Во-вторых, вам в мужчине нужно искать Не столько легкости А вы любите мужчин общительных Легких, веселых Вот вам не легкости нужно искать Вам нужно искать настоящего защитника Ну, если она легких любит Это явно не ее вариант Тебе нравится невеста? О, ну еще одна модель у нас Просто-напросто Максим, сегодня прям работаем только на вас Как говорится Одна краше другой Да еще руководитель вот мне нравится Целого какого-то проекта Да, Москвы и Московской области О! Аня, а вот Максим тоже мечтает стать имиджмейкером Что привлекательного в вашей профессии? От чего хотели бы предостеречь? Я хочу сразу сказать, что это не моя профессия Это мое увлечение Которое мне очень легко дается с интересом Вот Я считаю, что в первую очередь Нужно внутренне чувствовать стиль Для мужчины это нормальная, престижная профессия? Как вы считаете? Я думаю, что нужно сначала подумать То, что врожденная Либо у меня есть чувство стиля, либо у меня нет А научиться этому нельзя Это мое мнение лично Мужчина-имиджмейкер В моем понятии Это немножко попахивает голубизмом Что там у вас было с молодым человеком? Что за странные отношения? Ну вот как бы мое мнение Меня цепляют импульсивные люди Вот у вас был импульсивный Очень общительный Почему после того, как он вас затащил в постель Не появлялся больше? Нет, там не такая Мне показалось, что ему ничего, кроме Как мамы предостерегают Смотри, петь кинчу, кроме одного От тебя не нужно Нет, ему нужно было просто другое Что? Ему хотелось семью, все Но он видел это абсолютно не так, как это видела я А в чем были разногласия? Вот что вы видели, а что он? Он видел деревенскую жизнь То есть он хотел семью, детей Чтобы сам построить дом Уехать, жить там в лес Отдельно от общества Отдельно от цивилизации А сколько ему было лет? Ему это привлекало Ему было 23 Ну блин, мне она так не нравится У него такие глаза такие в кучку Какая-то китайка бывшая Китайками бывшей не бываю А все-таки что вас развело? Развело то, что мне надоело его поведение Ну смотрите, он же вам все-таки делал предложение Не один раз Но после этого почему-то исчезал Ну вот, что-то не то, значит А как вы сами? Ну вы же человек думающий Давали, наверное, себе сами ответы на этот вопрос Почему его рядом с вами что не удержало? Видимо, не судьба Какой легкий ответ? Не судьба Потому что козерог А он же сидит взвешивает Анечка Вы чувствуете себя достаточно взрослой Для того, чтобы начинать отношения всерезные? Это потому, что вас вот так испугал Максим Да нет, он меня не испугал А почему вы ему фикус подарили? Это не фикус, это денежное дерево Символ процветания Правильно, детушка, у него и так денег не хватает Вот мы ему денежное дерево прям подарили Ну почему? Это символ процветания А для вас имеет значение, да, кошелек молодого человека? Я думаю, да Молодец Фу, они такие тухлые вообще Просто смотреть даже на них не хочется Анечка, проходите и показывайте нашему Максиму То, что вы приготовили Пойдем Максим, да пойдем, милая Я сейчас могу Я прошу тебя выбрать один из этих цветочных горшочков Я тебя предупрежу, что в одном цветочном горшочке есть от меня пожелание в лепестках роз Во втором горшочке шипы и ветки от этих же самых роз и также есть от меня пожелание Нет, тоже острые, но шипы Понятно, мы же поранимся Нет, он должен сделать правильный выбор Да это понятно Она и хочет его убить Ну давай команду лошадь Давай, если руку в лошадь Давай, раз, два, подожди Раз, два, три Да что ж ты руки ломаешь? Да вставай Вставай, вставай Судьба дает нам право выбора Главное сделать его правильным А ты вас молоды и не дождешься Спасибо, девочки и мальчики Проходите в свою комнату и скоро узнаете, кого все-таки Максим выбрал Ох, ты что, Роза вообще молодец Роза молодец Девушка хорошая, веселая, но не подходит ему Молодая очень А вы что увидели? Ну, наверное, то же самое, что Артем Веселая, хорошая девушка Но, как она сама сказала, она не готова к замужеству, да? И, ну, наверное, разве что дружить они могут Мне понравилось Запомните, мой хороший Максимушка Приплывает только одно, то, что не то нет Понимаете? Как бы ваша жизнь такое не приплыло Само по себе И надо женщину завоевывать А не так ждать, чтобы она сама согласилась Нет, мне кажется, Аннушка очень хороша Завоюйте ее, покажите, какой вы Идите от противного Может, и характер свой улучшите Максим, мне кажется, дело вот в чем Василиса сидит во время рекламы и говорит Смотри, владелец салона флористики Ну, хоть бы по цветочку принес девчонкам Ой, точно А вам, девочки, все подарили по цветку Я думаю, что не только сегодня на программе Вы считаете себя, вот, правда, таким принцем во всем белом А девчонки должны вокруг вас выплясывать И говорить вам всякие приятности И вы действительно приятный молодой человек Глазки, волосики, ручки И вот за этой маской такого спокойного, нежного человека Я понимаю, что там все совершенно не так у вас внутри Он слишком неактивный Он вообще пассивен сам по себе Анечка хорошая девушка И вы могли бы с ней вместе быть Потому что вы хотите заниматься тем, чем занимается Анна Но Аня живая и естественная Она еще наберется, 21 год Но при всем при этом она живой человек А вы такое впечатление не создали Мне очень жаль Задумайтесь об этом, хорошо? Да мне кажется, вы просто сюда притащили Вы притащили сюда просто Мне очень понравилась Анна Она со всей своей живостью и говорливостью действительно вам не подходит Но мне кажется, вы к ней удивительно неснисходительны Человека мудрого И я считаю, что в 30 лет вы уже должны какой-то мудростью обладать Характеризует именно снисходительность к девушке, которая на 10 лет моложе вас То есть здесь такое распывское понятие Я хочу умно образованную модель Это все равно, что я хочу купить себе новую машину Вы поставите ее в гараж и пускай Я буду на нее любоваться, но для этого делать ничего не буду Я просто ее куплю Артем и Марина, вы познакомились с тремя невестами Есть одна из них достойная вашего товарища? Да, мы считаем это Марина Она красивая Наиболее подходящая для Максима из трех девушек Максим мне понравился Есть над чем, правда, поработать Но очень симпатичный, хороший, молодой человек Я думаю, что мало шансов вам найти девушку, ту, о которой мечтаете Вы не орел совсем Если вы что-то не пересмотрите, просто насильно Вот как в Америке заставляют улыбаться И потом улыбка становится, ну, как частью характера Если вы что-то над собой не сделаете, не поработаете Вы так и будете сидеть в задумчивости Зарывшись там засыпать в подушках со слезами, с горючими Зак заводит Докажи, что ты мужчина, что ты не голубь, не пыльжик, а орел Вы согласны, что ему нужно начинать жить в взрослой мужской жизни? Самостоятельно и научиться, наверное, быть тем самым активным мужчиной, которого ждут женщины Поэтому сегодня я бы вам, как это ни странно, первый шаг посоветовала сделать с Анной Молодая, 21 год, шикарная разница в возрасте 9 лет Идите к Анне Анют, расскажи, как тебе жених? Ну, я так смотрю, у нас с ним взаимная антипатия Больше всего ему подходит девушка из комнатки номер один И если вдруг он, конечно, зайдет сюда, я за ним не выйду Вам срочно нужна семейная жизнь Срочно она вас сделает активным Переделает, если нужно Ну и оставит то, что, собственно говоря, переделать невозможно Для этого нужна женщина, которая быстро и готова хоть сейчас Даже вчера еще выйти замуж Марина, поздняк уже метаться 33 года на одной волне Так что у вас все сладится За нас Ну, с бухты барахта замуж не выйду Астрологически вам больше подходит Анна номер два Та самая профессия, которая вызвала у вас такое резкое отторжение Я считаю, что по темпераменту, по характеру, по стилю общения Это абсолютно ваша девушка Ну, у вас есть твоя голова И уже совершайте поступки Идите к той, которую выбрали Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером По телефону 4-4-ки Елизавета, 23 года, номер 1907 Менеджер в ночном клубе Ищет мужчину с интеллектом, под которого готова подстроиться Римма, 25 лет, номер 1908 Аудитор Ищет мужчину с сильным характером, который оградит ее от домашних дел и забот Мы не знаем, выйдет Максим один или с избранницей Я приглашаю всех выходить, давайте его поддержим Марина, что бы мне не советовали, я принял решение выбрать вас На самом деле, я тебя ждала Ты сделал правильно Я это чувствую Красивая пара, ничего не скажешь, давайте рядышком У нас есть пара, Максим и Марина Поздравляем нашу пару и дарим великолепные слабости От конфетной папочки Славянка Славянка, это всегда хорошее настроение Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс именем героя на номер 4 четверки Я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек Каждый изнательно сказал вам Давай, позвоните Удачи, спасибо А Роджи, ты-то почему встал? Почему Роджи? Потому что я в детстве Из кризиса, как известно, все выходят по-разному Я вышла замуж Не ищите идеального Идеальный человек, это ноль Какая-нибудь тебя так не проверяет? Нет Вы говорите, что у вас нет никаких тараканов в голове Потому что вы один самый большой тараканище Красавец Русский богатырь Вы очень сомнительный подарок для женщины к 8 марта Если уж говорить откровенно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!